Мы ждали, и черт возьми, как же долго мы ждали, и этот день настал. Недавний Комик-кон в Сан-Диего отметился целой кучей зубодробительных анонсов, и одним из таких стала премьера трейлера полнометражного продолжения «Волчонка». Ко всему прочему, шикарный трейлер дополнили Тайлер Поззи, Тайлер Хэклин и Джефф Дэвис новыми подробностями фильма. Сам же ролик оказался переполненными интересными деталями, о которых я и хочу поговорить сегодня. Вашему вниманию предоставляется разбор трейлера полнометражного продолжения сериала «Волчонок». Мы ждали этого пять лет, черт возьми, поэтому не будем терять ни минуты. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Всю самую свежую информацию по «Волчонку» приходится искать на зарубежных сайтах, через интервью создателей проекта, и все это, разумеется, на английском языке. Без знаний английского сейчас в принципе никуда. Ну а лично мне изучать главный мировой язык кино помогает самая эффективная онлайн-школа английского языка «Волл-стрит-инглиш». «Волл-стрит-инглиш» — это самая крутая и крупная онлайн-школа английского языка. Эффективный метод школы совершенствуется уже почти 50 лет. «Волл-стрит-инглиш» сочетает самостоятельное обучение на цифровой платформе и живые онлайн-занятия с преподавателями-носителями языка из других стран — Швейцарии, Франции и многих других. Это совершенно бесплатно в рамках уже оплаченного курса. Кроме того, на онлайн-платформе можно учиться по сериалу, который был снят специально для школы, и такой метод обучения безумно интересный. Ну а для еще большего удобства изучать английский на «Волл-стрит-инглиш» можно в любое время и в любом месте. Прямо сейчас на сайте школы вы можете пройти бесплатный онлайн-тест на выявление уровня вашего английского и получить совершенно бесплатный пробный онлайн-урок. Поэтому, если у вас еще остались сомнения в выборе онлайн-школы, то самое время пройти тест и начать обучение в школе со скидкой 30%. Переходите по ссылке в описании и меняйте свою жизнь к лучшему. Приятного обучения, друзья! Трейлер начинается с короткого кадра, на котором красуется главный герой сериала Скотт Маккол. Он, как и остальные персонажи, заметно повзрослел, и этому будет логическое объяснение в самом фильме. Стало известно, что действие продолжения развернется в 2026 году, то есть с момента шестого сезона по сюжету прошло целых 9 лет. Нечисть перестала кошмарить Бэйкон Хиллз, поэтому и сцены Альфа переехал в Лос-Анджелес ровно до появления новой и самой страшной угрозы. Во время заставки стриминга Paramount+, на котором и состоится премьера фильма, мы видим раненого Лема. К слову, это единственный кадр с ним, и этот факт вызывает некоторые опасения по поводу его выживания в фильме. Не хочу включать синдром поиска глубинного смысла, но что если возможная смерть Лема и станет толчком для возвращения Скотта в Бэйкон Хиллз? Так кто же все-таки примерит роль главного злодея в фильме и будет устраивать резню? На этот вопрос трейлер не дал четкого ответа, зато дал огромное количество жирных намеков. Буквально в следующем кадре мы видим демонов Они, которых позже нам покажут еще один раз. Для тех, кто подзабыл, напомню, что Они появлялись во второй половине третьего сезона, а их целью было отыскать Нагицуне и убить любого, кто встанет у них на пути. Позже Нагицуне удалось стать новым хозяином демонов. Что ж, видимо придется искать самому. Так и да, одни лишь демоны Они смогли дать четкое представление о том, что именно Нагицуне устроит реванш и станет той самой глобальной угрозой. Но это далеко не последний намек на Нагицуне. Закадровый голос такой же, как и у злодея третьего сезона. Он просит кого-то помощи в освобождении, чтобы начать новую игру хаоса и, конечно же, отомстить. Все это явно намекает на то, что Скотт уже сталкивался со злодеем и его смогли заточить. К слову, место заточения Нагицуне также засветилось. На этом кадре видно, как Скотт и часть его стаи направляются к Неметону. По всей видимости, с целью проверки тюрьмы Нагицуне. К слову, если главным злодеем действительно будет дух лисицы, то технически этим можно хорошо оправдать отсутствие Стайлза в сюжете. Да, для тех, кто до сих пор не в курсе, напомню, что Дилан Убрайан принял решение не возвращаться в сериал. Он считает, что история Стайлза закончилась в правильном месте. И по словам актера, там должна остаться. Так вот, все мы помним, что Стайлз был одержим Нагицуне в третьем сезоне. Было бы интересно, если по сюжету Скотт и его стая сами попросили Стайлза не возвращаться в Бэйкон Хиллз, ввиду его возможной сакральной связи с Нагицуне, из-за которой он вновь может вселиться в Селинске. Да, звучит притянуто за уши, но это было бы намного любопытнее, нежели банальная отмазка, мол, Стайлз на задании ФБР в другой стране. Едем дальше. Скорее всего, это сборище О не застанет сам Скотт, так как в следующей сцене он убегает в той же локации при таком же тумане. На этом кадре Скотт помогает сыну Дерека Хейла. Что? Да, друзья, для тех, кто до сих пор не в курсе, повторю, что в фильме официально нашлось место сыну Дерека в исполнении молодого актера Винса Мэттиса. По сюжету ему 15 лет. Получается, если события фильма происходят в 26-м году, то Дерек стал папой в 2011-м, на момент событий первого сезона «Волчонка». Следующие кадры со Скоттом и Дереком-младшим очевидно продолжение бегства из леса. Герои бегут в тот самый легендарный Джип Стайлза. А внешний вид Дерека-младшего со спины, в свою очередь, очень напоминает самого Стелински в клетчатой рубашке 6-го сезона. Следующие три кадра тизерят возвращение старой гвардии. Перриша, шерифа Стелински и доктора Дитона. Далее мы видим один из немногих моментов при дневном свете. На полицейской машине, судя по всему, Перриш привез нашу любимую Лидию на место, где ранее по трейлеру находились демоны Они. Очень сложно рассмотреть, с кем именно Лидия осматривает местность, но все же рискну предположить, что это Джексон, который совершенно точно появится в фильме. Видимо, на радость старым фанатам у них будет совместная сюжетная линия. Далее мы видим воссоединение семьи. Дерек в одном кадре со своим сыном, у которого потрепанный вид и мокрые волосы. Все это дает понять, что данная сцена прямо продолжает бегство из леса. На следующем кадре агрессивно красуется Малия. И судя по, опять-таки, сыну Дерека на фоне, все это одна большая сцена воссоединения не только сына и отца, но и стаи Скотта. Один из следующих кадров показывает главного злодея со спины. И опять-таки, думаю, вполне очевидно, что это именно Нагитсуне. Далее нам очень круто затизерили появление Питера в сюжете. Ну а следующий кадр заставил покрыться мое тело мурашками. Легендарные оборотни вместе издают свой фирменный рык спустя почти пять лет. Очень приятное зрелище, в которое до сих пор сложно поверить. Далее нам впервые показывают Мейсона в новом амплуа. За прошедшие девять лет он стал полицейским. В трейлере он находится в том самом лесу, где уже побывали Они, Скотт и сын Дерека. В начале ролика был кадр с погибшим полицейским, и судя по всему, это напарник Мейсона. Ну а следующие кадры смонтированы таким образом, будто все они часть одного события. Сперва мы видим, как кричит Лидия. По постановке сцена очень напоминает момент, в котором она почувствовала смерть Элисон в конце третьего сезона. И это может быть намеком на гибель кого-то из персонажей в фильме. Собственно, следующий кадр показывает раненого Дерека, который от кого-то уползает. Ситуация кажется безвыходной, а масло в огонь подливает следующий кадр, в котором кричит уже сам Скотт. Все это наводит на мысль, что Дерек может не дожить до финала, но опять-таки попрошу относиться к этому настороженно. Ведь, как всем известно, трейлеры врут и специально путают зрителей. Хотя без гибели персонажей не обойдется. Джефф Дэвис подтвердил, что финал продолжения будет очень тяжелым. Во многом, потому что не все из персонажей до него доживут. Поэтому делаем ставки в комментариях, кто же станет жертвой. Вот мы и подобрались к моменту, который вызвал, пожалуй, самую бурную реакцию у зрителей. Эллисон! Она жива! Она вернулась! Да, почившая еще в третьем сезоне Эллисон каким-то сценарным чудом воскресла. Этого не может быть. Этого... Этого не может быть! Для тех, кто интересовался новостями производства фильма, такой сюжетный поворот не был внезапным. Так как сами авторы уже давно подтвердили возвращение Кристал Рит к своей роли. Как именно она вернулась в мир живых, неизвестно. Но по сети активно начала гулять интересная теория, которую придерживаюсь и я. Согласно этой теории, в продолжение вернулась не Эллисон, а на Гюцунэ в ее теле. Посудите сами. В сериале мы уже видели, что дух лисицы может вселяться в мертвых. К тому же Эллисон погибла как раз таки во время битвы против него. Сама же героиня кажется весьма грозной и зловещей, что тоже может намекать на ее злодейское нутро. Это совпадение. Только и все. Но все это лишь теории. Что ж, а на сегодня, пожалуй, все, друзья. Надеюсь, вам понравился разбор и вы поставили лайк, а также подписались на канал, если здесь впервые. Пишите в комментариях, как вам увидено и что ждете от фильма. Вступайте в мою группу ВКонтакте с новостями ваших любимых сериалов. Ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok